Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас на прямой связи магистр педагогики, тьютер и мама школьника, это сейчас очень важно подчеркнуть, Маргарита Драгева. Добрый день. 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 раз прочитал эту информацию и так до конца в результате и не понял этот алгоритм. То есть нам говорят о том, что учащиеся на уроке могут маски не носить, особенно это касается, там подчеркнуты, особенно первые и третьи классы, а остальные вроде бы тоже могут на уроке маски не носить, если школа не решила иначе, если эпидемиологическая ситуация это позволяет. Только вот когда они выходят на переменку, да, или там идут по коридору, тогда же не должны маски одеть. Но почему же не сделать простые и понятные какие-то правила? Все классы, условно говоря, на уроках не носят маски, на переменах носят. Нет, началось вот это вот действительно непонятное деление, что для детей, я понимаю, еще взрослых как-то поделили, там хоть каким-то образом стимулируется, не знаю, вакцинация, еще каким-то образом, да, но вот здесь носить маску, не носить, где держать эту маску, пока ты в классе, в кармане, если ты вышел в туалет, маску забыл, тебя не пустили в туалет, ну то есть есть какие-то нюансы, которые может быть кажутся мелочью, но для детей это очень важно, вот такое вот нервное, постоянно будет такой стресс. Ну, это, конечно, будет стресс, потому что детям, в принципе, если мы говорим про началку, и я не очень понимаю, почему выделили первый-третий класс, в общем-то в прошлом году, по-моему, до шестого класса у них же была, ну как бы они считались началкой, но это как бы вообще эпидемиологической ситуации мы рассматриваем первый-третий класс, в другой эпидемиологической ситуации мы рассматриваем первый-шестой класс, то есть это тоже, как бы, как говорится, такой один большой вопрос, как говорят у нас в Одессе. Вот, но меня еще пугает также то, что они всю ответственность за то, будет правильно носить ребенок маску или не будет, они перекладывают вроде как на администрацию школы, то есть там, по-моему, даже в законе есть такая фраза, что в школе должен быть выделен специальный человек, который отвечает за это, то есть он будет за детьми в масках бегать или проверять, чтобы он ее из кармана достал, не знаю, там, утюгом прогладил и потом одел, и, ну, это как бы все может быть очень смешно, если бы не было так грустно, но давайте вспомним наши яролаши, и там в каждом классе, ну, первая, ну, началка, она же вся такая, как эти, как ребята из яролаши, да, ну, катаемся мы на рюкзаках с горки, ну, и, в общем-то, порядка в сумке, ну, как бы нет, вот, и, ну, какой же порядок будет с маской, то есть, условно говоря, там же главное не перепутать ботинки, чтобы ты свои одел, а не соседа и побежал на улицу, а тут, представляете, еще за маской следить, ну, знаем мы его ребенка, у которого вертолет в одном месте, ну, и он мальчик еще до кучи, я вот не знаю, как он будет с этим справляться, и мне искренне жалко тех, наверное, педагогов, которые будут бегать за детьми и просить их одевать маски, вот, ну, и кроме того, конечно, давайте мы не будем забывать то, что в маске, что бы нам кто ни говорил, дыхание, ну, как бы оно мешает дыханию и как будто этой циркуляции кислорода, оно мешает концентрации внимания, потому что есть, в общем-то, такие чувствительные дети, и сейчас их очень много, и если, к примеру, там вот воротничок трет или бирочка трет, он не может сосредоточиться на уроке, это просто ему мешает, это его особенность, это будет у него на всю жизнь, и он будет выбирать себе там, не знаю, когда вырастет рубашки, которые будут там шелковые и приятные на теле, так вот представляете, что будет с этими детьми, они же и так вот просто вот это вот что-то где-то здесь будет на лице, а потом еще момент, как они будут кушать, ну, то есть, ну вот как, и тогда ребенок снимает маску на уроке и говорит, я хочу попить воды, ну, и берет, пьет, и организм начнет работать, защищая сам себя, чтобы снять этот дискомфорт, и есть такое понятие, как осознанность, и у детей в начальной школе с осознанностью очень тяжело, потому что, ну, как бы нужно очень долго держать внимание, и это определенно такой внутренний тренинг, и в этом, по большому счету, основная задача начальной школы, чтобы научить детей учиться, удерживать внимание, быть осознанными в этом образовательном пространстве. Так вот, есть исследования, которые доказали, что некоторым детям они могут висеть вверх-вниз головой там на шведской стенке и заниматься математикой, потому что для них это положение естественно, и они как бы расслабленно могут изучать что-то. Так вот, а если у нас будет маска, то у детей вся условная там осознанность, этот маленький кусочек там осознанности, который есть, она будет тратиться на то, чтобы снять этот дискомфорт. И таким образом, я думаю, что результаты качества обучения, конечно, будут обещать быть, наверное, намного-намного лучшими, чем хотелось бы бы, вот, но уже прошлый год, когда мы сидели дома, показал, что по большому счёту вся началка, я думаю, в этом году придёт и должна будет по большому счёту второй раз проходить тот класс, ну, программа того класса, в котором они были в прошлом году. И здесь вопрос даже не столько в предметном освоении, потому что, ну, можно там, как говорится, и зайца научить курить, то есть там те, у кого родители были такие прям мотивированные, они, наверное, вытянули это предметное понимание. Но самая беда будет в навыках учиться очно, слушать учителя, задавать вопросы, соблюдать нормы школьной жизни, правила школьной жизни, вот всей вот этой вот организации. То есть я думаю, что вот это станет основной проблемой вот этого года предыдущего. – Ты когда рассказывал, действительно, об удобстве нахождения в маске, особенно ребёнка, я вспомнил вот такой подыменный анекдот, когда, ну, посетитель кафе жалуется официанту, что на сей раз он… шашлык оказался очень жёсткий, на что ему официант говорит, а вы когда в следующий раз будете шашлык кушать, вы маску снимайте. – Да, так что вот это как раз из этой серии. Да, вот так вот всё это было бы смешно. Но вот возвращаясь всё-таки вот к обучению удалённому, мы все пережили это время, этот год. Я знаю, что ты возглавляла, сама созданный тобой вот этот центр, ну, я бы сказал, дополнительного образования. Я так понимаю, что кризис его сгубил, будем надеяться, что удастся реанимировать его. Почему? Вот ведь многие могут сейчас сказать с умным видом, что, ну, может же ведь было и доп. образование развивать удалённо. Ну, что же вы, скажут они. – Что же мы так оплошали-то? – Да, да, да. – Ну, в общем-то, конечно, можно было, но я могу сказать, что и центр, который работал, и я создавала, и руководила, и, в общем-то, любые мои другие проекты, которые будут связаны в сфере образования, основная их цель – это качественное образование и раскрытие индивидуальных способностей и особенностей ребёнка. – Точно, удалённо это вряд ли возможно, да, в полноценном виде? – Ну, по большому счёту, удалённо это тоже возможно. Но я думаю, что когда Zoom разрабатывал свою платформу, а в Кембридже и в Оксфорде готовили онлайн-лекции, ну, это не было сделано в течение двух-трёх месяцев на коленке. Ну, как бы это отдельный проект, отдельная тема, должно быть сотрудничество и с айтишниками, и с программами, которые учитывали бы, как говорится, раз, два, три, четыре, пять. Вот. А не только возможность того, что ребёнку, если тяжело, он взял, выключил компьютер и сказал «Всё, до свидания, я пошёл». Вот. Поэтому, да, конечно, за онлайном будущее, но я думаю, что будущее всё-таки за смешанными форматами, а ещё будущее опять-таки за пониманием того, что нужно в образовании. И тогда, когда прошлый год и позапрошлый, ну, по большому счёту, полтора года мы же сидели дома, было перенасыщение разными предложениями онлайновскими, в том числе и образовательных услуг. Их до сих пор очень много, в них можно заблудиться. Но у меня очень большой вопрос об их качестве. И запускать программы в качестве, в результативности которых мы были не уверены, и у нас было недостаточно ресурсов, в том числе материальных, для того, чтобы подготовить соответствующую виртуальную платформу. И там же понятно, что когда мы готовим новый продукт, нужно подготовить аудиторию, чтобы она, в общем-то, его как бы осознала, приняла, подняла, что он им нужен. То, в общем-то, это было не то время, когда аудитория готова была осознавать что-то новое, а у нас были возможности и ресурсы для создания вот такого конкурентоспособного продукта. Это что касается доп. образования, если переводить в онлайн. А что касается того, что ковид как бы нас сожрал, ну, к сожалению, да, в центре всегда работало очень много программ, как говорится, от годика и до 18 лет. И полтора года мы могли работать только с дошколятами на маленькую-маленькую услугу присмотр. Вот. Ну, логично, что содержать помещение, педагогов, структуру в той ситуации было практически невозможно. Мы старались, но государство оказалось сильнее нас. Вот. Ну, к сожалению, вот так. Да. Вот ещё такой, может быть, вопрос, ты его уже, в принципе, затронул, это возвращение детей вот за парты. Ну, может быть, наверное, старшеклассникам это будет не так тяжело, но всё-таки вот, и даже, я думаю, не только первым классом, всё-таки действительно год обучения удалённое, ну, изменило вообще как бы порядок восприятия вот учебного материала, там, ребёнок сидел дома, там, какие-то уроки даже были большие, паузы в таком расслабленном, если так можно, состоянии. Сейчас придётся вот все эти там долгие часы, 4, 5, 6, больше часов высиживать, наверное, и учителям придётся как-то вот подстраиваться, перестраиваться. Ну, да. Я сейчас хочу немножко такую шутку из жизни рассказать. Зимой к нам приехали дети моего мужа, они дал в Пирсию учатся, ну, как бы там уже какой-то там 6-7 класс. И я просто видела, что, к примеру, там, его дочка стояла на кухне, жарила блинчики и слушала урок по истории. Ну, а потом ела. Вот. То есть это к тому, что, да, как... Причём они учатся в хорошей школе. Как это было организовано, как к этому относились дети. И, ну, мне кажется, какой-то переборчик, да, жарить блинчики под урок истории. Вот. Поэтому, да, я думаю, что высидеть, я думаю, не будет сложно, потому что дети всё-таки соскучились, и им это интересно. Ну, если правильно организовывать занятия. Я думаю, что в этом смысле будет сложнее педагогам. Потому что, я думаю, что где-то в начале учебного года мы увидим, что часть педагогов, наверное, ушли. Потому что, я не знаю, сейчас, ну, как бы, ну, статистики, наверное, просто нет. Ну, может быть, у администраторов школы есть уже заявление на столе. Но я предполагаю, что люди пенсионного и предпенсионного возраста, которые составляли, ну, такую немаленькую когорту из нашего педагогического сообщества, я думаю, что они выгорели. И они, ну, для них прошлый год был таким решающим. Потому что, во-первых, это диалог с компьютером, с которым я всё-таки думаю, что людям довольно сложно наладить. Это непонятное поведение детей на той стороне экрана, который тоже, в общем-то, ну, я думаю, что уже конфликт поколений, и это сложно, ну, как бы, администрировать с точки зрения педагогической деятельности. Ну, и, конечно, последние капли, я думаю, что для части стали. Вот, поэтому я предполагаю, что сложно будет всем, сложно будет педагогом, сложно будет детям, но при этом не забываем, что наше, по-моему, при Шуплинской ещё, при царствовании Шуплинской было принято решение, что удалённая часть обучения является частью очного обучения. Поэтому в любой момент мы можем, условно говоря, заполонить, ну, располовинить наши образовательные процессы. По два с половиной дня мы работаем очно, два с половиной дня мы работаем заочно. И это будет считаться очной формой обучения. Поэтому сейчас нам ещё нужно будет как-то мочь соблюдать и новые регулы к образовательному процессу и ещё каким-то образом не нарушать те старые, которые уже приняты, а закон на обратной силы не имеет, как мы знаем. Я знаю и другое, что ты вот, ну, кроме получения базового такого педагогического образования, ещё занималась, ну, какими-то дополнительными вот разными формами интересного образования, альтернативные, в том числе вот тютерства. Может быть, есть несколько слов, что это такое и почему, ну, может быть, я ошибаюсь, в Латвии это ещё как бы так не прижилось или это в качестве какого-то эксперимента, почему вот эти новые формы образования в какой-то степени экспериментальные так особо вот в Латвии не используются? Я не знаю, почему они в Латвии особенно не используются, но вообще, в принципе, система образования, она самая консервативная система в принципе. И в компетентностном подходе, если смотреть на него здравым взглядом, это всё прописано и там тоже есть так называемое тютерское сопровождение. Вот, но что делала я, я, в общем-то, это продолжаю делать уже в таком как бы более частном порядке, в индивидуальном. И на это спрос сейчас очень большой. В конце прошлого года и сейчас у меня запись на консультацию уже, по-моему, недели на две вперёд. Это помощь в понимании того, куда двигаться ребёнку, то есть что значит, куда двигаться, какие у него интересы, какие способности, как его научить учиться. То есть вначале ко мне, как правило, приходят родители, которые рвут на себе волосы и говорят, боже, я не знаю, что с ним делать. Потом мы пытаемся понять, что именно тревожит родителя. И, как правило, родители тревожат то, что ребёнок ничего не хочет. Ну, ребёнок, как правило, не хочет то, что хочет, чтобы хотел их родитель. Вот. И потом мы тогда работаем с ребятами, потому что они, как правило, видят ситуацию немножко по-другому. Но основная задача тьютера – это сформировать самостоятельность и осознанность в учебном процессе. То есть если я не люблю математику, но я не знаю, там, неинтересно конструирование, то, возможно, я не люблю математику, потому что мне не нравится Мария Ивановна, а, возможно, я какую-то тему когда-то пропустила. И мы стараемся найти вот этот вот крючок, чтобы мотивировало бы ребёнка учиться для себя и получать удовольствие от тех результатов, которые он получает сам. И результаты, правда, довольно-таки интересные. С некоторыми ребятами достаточно там нескольких сессий, с некоторыми мы работаем в течение года как сопровождение, потому что это не психология, мы не разбираемся в детских травмах и что кто-то когда-то на кого-то криво посмотрел и всё, теперь я не хочу в школу. Мы разбираемся с моими интересами, с моими талантами запросами и как я могу это реализовать в образовании. То есть что мне надо получить, какой мне надо канал на Ютубе найти, на какую секцию пойти, на какой семинар записаться для того, чтобы я реализовал свою мечту, для того, чтобы мне было бы интересно учиться, для того, чтобы я стал самостоятельным. Это, в общем-то, вот такая вещь, и на неё спрос сейчас есть. Это, конечно, она не может быть массовой. Я вообще считаю, что качественное образование сейчас переходит в раздел абсолютно такой услуги экстра, и оно, ну, как бы эксклюзив абсолютный. Вот, и при этом мы работаем с ребятами, как правило, очно, потому что надо видеть глаза, эмоции, скорость принятия вопроса и ответа. Вот, но в любом случае, в условиях пандемии, без какой-либо рекламы, но я не могу жаловаться, но правда люди меня находили, и мы очень успешно сотрудничали с ребятами. И самое главное, что вот ребята там 11, 12, 13 лет, когда, ну, вот такой уже вот вроде не началка, вроде ещё не старшая школа, нам удавалось находить их личные интересы в учебном процессе, и они становились самостоятельными. Именно в учебном процессе. Они научились учиться. А это как кататься на велосипеде. Потом ты сможешь работать так же сам, и ты сможешь сделать какой-то свой бизнес, сможешь сделать свой проект. Не тогда, когда ты ждёшь задачу от кого-то и мотивацию, что, о, не мотивацию, а поощрение, вот молодец тебе бублик, вот молодец тебе десятка. А тогда, когда ты сам можешь понимать, что я этому научился, и я молодец. То, что мне Марья Ивановна поставила четвёрку, ну, так, какая разница, я вот уже вот зато в той олимпиаде победил, там, в международной какой-нибудь. Вот, то есть вот это немножко другой взгляд на образование, когда мы на образование смотрим не от закона по образованию, какими нормативами должен обладать ребёнок, а из его внутреннего мира, его способностей. Да, вот очень хорошее замечание. Значит ли это, ну, вот, к примеру, тебе, наверное, так вот не очень легко в том плане, что ты, как педагог, ну, не можешь смотреть просто вот на учебный процесс своего ребёнка, ну, просто как мама, да, и говорит, ну, там мы учителю вообще доверяем априори, да, наверное, всё-таки ты пытаешься как-то скорректировать, или мы должны вот доверять вообще учителям и стараться не вмешиваться, по минимуму, точнее, вмешиваться в учебный процесс? Ой, на любимый на мозоль наступил. Мы должны доверять детям, это, наверное, в начале. Я честно могу сказать, что я стараюсь не вмешиваться в образовательный процесс своего сына, потому что мать-педагог, горе в семье. Я всё-таки стараюсь быть для него в большем мере мамой, и если нужна помощь, помочь. Но я думаю, что педагогам моего сына очень тяжело, понимая, что когда учеба происходила в онлайне, я всё слышала. И, ну, знаете, говорят, у артистов есть такое выражение, что нет более худшего зрителя, чем коллеги. Но я думаю, что у педагогов то же самое, это очень тяжело. Я просто по себе знаю, знаю, когда я работаю с детьми педагогов, это очень тяжело. Вот. Но при этом я всегда, я помню, даже я вела серию прямых эфиров на Фейсбуке в разгар пандемии, и я, как говорится, умоляла родителей не занимать позицию педагогов дома. То есть оставьте вот это церберство учителям, а с детьми постарайтесь посмотреть на образовательный процесс вот с другого ракурса, а что тебе интересно. А что ты хочешь, например, там я хочу строить самолёт, отлично, но для того, чтобы инженер строил самолёт, и тебе нужна математика. Ну, вот как бы, ну, не получится без этого. То есть посмотреть на ситуацию с другой стороны, помочь ребёнку сориентироваться во всём этом пространстве образовательном. И, конечно, выбирайте учителей, которым вы доверяете. Ну, это как врач. И я, наверное, ну, вот я меняла школы каждые три года, мне вообще как-то в жизни каждые три года всё менялось. Ребёнку я, наверное, не хочу менять школу, но при этом, когда ко мне приходят за консультацией, и я вижу, что ребёнку тяжело в школе, потому что конфликт с учителем, и его никак нельзя решить, и там он личностный, а дети тоже люди, им тоже может не нравиться этот Петя или, не знаю, Галина Павловна, то я предлагаю менять школу, и тогда, когда ребёнок меняет школу, находится новый педагог, который находит контакт, и тогда всё, как говорится, становится на свои места. Поэтому вначале ребёнок, ребёнок никогда не сделает себе хуже. И если ребёнок даже попал в какую-то сложную ситуацию в школе, там, не знаю, нахамил учителю, прогулял, он не делал это, потому что ему… то есть он сделал это, потому что ему плохо, либо он защищал себя, он просто не знал другого способа действия. Поэтому вначале мы разбираемся с ребёнком, как он понял эту ситуацию, а потом разбираемся со всеми остальными. И вот, наверное, доверять ребёнку, верить ему, что если ему плохо, то ему на самом деле плохо. Наверное, такая рекомендация. Да, это да. Ну, и я думаю, наверное, в завершении такая, наверное, больная тема. Может быть, это хорошо, что всё-таки, по крайней мере, правительство сейчас не принуждает, наверное, вакцинировать детей. Мне кажется, что в первую очередь вакцинировать нужно всё-таки взрослых, да, ну, а потом уже, я думаю, что если взрослый будет вакцинирован, в том числе учителя, наверное, такая острая необходимость именно вакцинации детей, и она отпадёт. Я очень в это надеюсь, в это верю, что, наверное, здравый смысл восторжествует, потому что я, в общем-то, за прививки, ну, у моих детей базовые прививки есть. Я знаю много моих знакомых, которые выбрали путь без прививок, и они тоже имеют на это право. И сейчас делить детей на, условно говоря, прививочных или непрививочных, или там ещё как-то, я говорю, ну, очень попахивает жёлтыми звёздами. И если честно, то, ну, как бы взрослые, наверное, уже практически все привились, и что нам терять? Мы уже пожили, мы уже понимаем, мы уже знаем свой организм, как говорится, всё свои хронические заболевания уже поимели, ну, как бы живём. А за детей, на самом-то деле, очень страшно, потому что непонятные последствия этих прививок, непонятная периодичность ревакцинации, и это такой большой-большой вопрос, где на самом-то деле не знаешь, где правда. Понятное дело, что мир разделился на две части, а правда, наверное, где-то посередине. И вот, а правда нет, и даже не знаешь, где её искать. И поэтому лучше, наверное, давайте оставим детей, как они есть, старым дедовским способом, пускай растут сами. Да, это правда. Когда вырастут, тогда пускай принимают решение по поводу прививок. Наша задача сейчас их, сохранить им здоровье. Им здоровье абсолютно, это приоритетно. Ну и второе, всё-таки, ну, дать им образование, потому что когда ещё, это же основа всего, как ты тоже заметила, тогда уже будет и легче уже на следующих этапах образования и всей жизни. Магалита Драгева у нас была на прямой связи. Большое спасибо. Да, спасибо, всего доброго. До свидания.